всем привет нахожусь у подножия горы отдельная северный склон надо мной как раз те самые крутые скалы на которые я уверен некоторые из вас лазили что сказать сегодня погода шепчет солнце ветер хочу сейчас прогуляться в ущелье толнашки посмотреть какая там ветровая обстановка потому что вот здесь гора закрывает этот южак тут как бы такая ветровая тень где не дует к сожалению видите здесь здесь вот такая вот картина скалы нависают были сообщения что лавина опасна вот ну я как бы тут сейчас нахожусь в зоне достаточно не лавина опасный и когда буду продвигаться по ущелью толнашки там тоже как бы если не подъезжать прям вплотную горам тоже нет никакой опасности поэтому давайте прогуляемся но еще вот вам хочу показать смотрите это в с 9 рудника скалистый и за ним виден сам скалистый такое красно-белое полосатое здание башенного копра на горизонте горы харайлах а вот здесь где я нахожусь сюда постоянно мы ходили походы походы мальчишками на лыжах набирали с собой консервы разжигая тут костры и катались с этих горок так что давайте прогуляемся посмотрим что там нас ждет смотрите здесь видны иголки как это называется багульник да или не багульник это вот иголка которая сдувает со склона с кустиков и они все вот здесь остаются в этом месте под горой потому что обычно зимой дует южный ветер и здесь ветровая тень и здесь они просто падают и остаются продвинулся еще метров 200 и вот здесь уже совсем другая ситуация с ветром уже ветер дует не с той стороны откуда я пришел не вдоль горы а здесь он уже выдувает из ущелья то есть тут как бы встречаются два потока вот и мне нужен тот поток который дует из ущелья чтобы я мог по по ущелью ехать вглубь сейчас еще поднимусь маленько повыше найду площадочку буду раскладываться снега очень мало вот на этом по крайней мере склоне то есть все везде в траве камнях сзади позади меня вы видите те же горы вот там талнах пятый микрорайон вот гора на которой разбился потерпел крушение самолет члены экипажа погибли кроме одного летчик радист по моему да выжил но впоследствии ему ампутировали ноги потому что он их обморозил но успели успели люди добежать от поселка геологов представляете какое расстояние где поселок геологов находился то есть это еще дальше туда вот километра наверное три два с половиной до поселка геологов если на километра три представляете они успели сюда добежать при чем месяц был я посмотрю какое-то было ну был мороз холодно они поднялись туда наверх нашли их спасли одного человека это вообще люди герои продвигаемся дальше прошел еще немного и вот здесь такая картина каменная гряда поземка северный склон горы отдельная весь в снегу немного облачно но в целом просветы есть поэтому солнце будет это вот то ущелье где не замерзает талнашка где из-под земли бьют теплые ключи с высоко минерализированной водой отличные пейзажи просто красота вы смотрите ух классно ну что все буду сейчас искать подходящую площадку для старта и погнали скажи зачем нужны слава они жестоки и почему как острова мы одинокий скажи зачем рыдаем дождь со мной все лето ничто слезами не вернешь на свете это свете ветер меняет направление вот туда по моему в этом вот ущелье ходят ходили за золотым корнем зато обратно я представляю какой будет кайф обратно сливаться по ветру по этой долине у меня остановилась музыка надо как-то дальше на плей нажать для моря мало я ненавидела тебя и обожала что-то картина а что-то 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 вообще это с и Боюсь, что потерял тебя за краем света, за краем света. Солнце шагнуло через морточки, любовь пешневой косточкой пустить по ветру, пустить по ветру вдаль. Ну что, стартую обратно. Тут уже начинается сильный ветер такой, прям киспичи прилетают. Надо сливаться и выезжать из ущелья Томашки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 мощный ну а сейчас эмоции еще круче я вообще не знаю с этим сноукайтом это просто какой-то отвал башки полный укатываться просто можно вот не знаю смотрите здесь у нас тропа на зайца вот не похоже вот какие-то собаки что ли тут бегали следы собачьи по-моему там конечно хорошие такие скалы где-то же видите какой-то столб сюда принесло наверное когда было сильное течение откуда-то его вымыло от какой-то опоры я слышу шум воды ух ты ничего себе тут прям снег проваливается возле камней подойти к воде такой шум слышно уже отсюда смотрите она не замерзает она не замерзает круглый год осыпается постоянно эта вот скала это вот веал и вот веал вот и веал Продолжение следует... А там дальше есть еще водопад маленький, пойдемте посмотрим. Продолжение следует... Очень красиво шумит вода. Продолжение следует... И под снег уходит. Течение приличное, между прочим. Волшебное место. Ну вот, такая вот вам маленькая экскурсия. Сейчас пойду к своему кайту. Встегнусь в сноуборд. И, наверное, уже будем держать путь домой. Пускай еще Виталик покатается. А то он ехал так издалека. И это вообще облом. Я по себе знаю. Что когда издалека едешь, и потом раз, и все домой уходят. Это вообще обидно. Вон его кайт. Мотыляется туда-сюда. Вот. А у меня, конечно, мое задуманное приключение получилось. И сложновато, конечно, было туда зарезаться наверх. Против ветра. Ноги забиваются. Когда так долго едешь в таком режиме. Но оно того стоило. Там наверху такое было солнце. Такие облака. Это того стоило.